Здравствуйте! Это Суть Дела. Помните легендарную Свету из Иванова? Она вошла в историю русского языка своей фразой «Мы стали более лучше одеваться». А после этого даже программу какую-то вела на федеральном канале. Не знаю, как насчет одежды, но питаться мы точно стали более хуже. Общеэкономический кризис, сопровождаемый снижением доходов населения, начавшийся в 2014, не мог не отразиться на питании людей. Потребление основных компонентов нашего стола либо устойчиво снижается, либо в лучшем случае топчется на месте. В 2017 по сравнению с 2013, даже по приглаженным данным статистиков, в пересчете на душу населения мы стали съедать меньше рыбу и рыбопродуктов на 21%, фруктов и ягод на 8%, молока и молочных продуктов на 7%, сахара на 3%, овощей и бахчевых на 2%, хлеба на 1%. Растет только потребление яиц и яйца продуктов на 4%, до растительного масла на 1,5%. По мясу и мясным продуктам, включая птицу, цифры не изменились. Но за счет чего? Сравним позднесоветские нормативы питания с нынешними. Согласно нормам здорового питания, утвержденным Институтом питания Академии медицинских наук СССР в 1990 году, в год нам следовало съедать рыбы и рыбопродуктов 24 кг, по факту в 2017 году 20, фруктов и ягод 71 кг, в 2017 мы съели 59, молока и молочных продуктов 404 кг, а мы съели только 231, сахара 41 кг, у нас 39, овощей и бахчевых 145 кг, по факту 107, хлеба 107 кг, по факту 117, яиц 298 штук, фактически 279, мясо и мясопродуктов 86 кг, мы в 2017 году съели только 75. Эти советские нормы очень близки к рекомендациям Всемирного общества здравоохранения. Практически по всем советским показателям, за исключением хлеба и хлебопродуктов, основанным на многолетних потребительских привычках, климатических особенностях, специфике трудовой деятельности, стимулировании роста продолжительности жизни, снижении заболеваемости и смертности, мы стали питаться много хуже. С молоком, а также с порошковой, пальмовой, соевой, квазимолочной – особая история. В 2018 году потребление молока и молокопродуктов снизилось еще на 3%. Минздрав, видимо, считает, что за последние четверть века она стала вреднее. Иначе как объяснить снижение рациональной нормы потребления молока и молокопродуктов с 404 кг? Кстати, ровно столько сегодня рекомендует ВОЗ, до 325. Причем в эти 325 входит наиболее прибыльная десертная группа – йогурты, творожки, сырки, усиленно рекламируемые российскими подразделениями транснациональных компаний. Тогда как россияне, как и наши предки, по-прежнему отдают предпочтение простейшим молочным продуктам – кефиру, ряженке, творогу. С 1 июля вступили в силу требования в раздельных полках. Согласно новым правилам в торговых сетях должно быть предусмотрено разделение молокосодержащих продуктов с молочными, чтобы покупатель мог визуально отличить эти два вида продукции. Вопрос. Изменилось ли что-нибудь в магазинах? Ответ. Ничего. Производство мяса и птицы на убой устойчиво растет, но за счет свинины и птицы. А вот что касается энергетически ценной говядины, ее выработка устойчиво падает. Если в 1992 году было произведено 3 млн 632 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, то в 2017 году всего 1 млн 569 тыс. тонн, в 2018 – 1 млн 606 тыс. тонн, снижение в 2,3 раза. Маркетинг и реклама – великое дело. Перепроизводство куриного мяса, достигнутый предел его потребления, диктует необходимость придумывания все новых ходов по продвижению куриной продукции. И вот уже нам рассказывают про диетическое питание, демонстрируют притягательность птичьих котлеток, в рекламе меняют дорогие говяжьи колбаски для гриля на дешевые, куриные. Единственное, о чем забываю сказать, это о том, что ценность белого мяса не идет ни в какое сравнение с мясом красным. Хочешь, чтобы люди жили дольше и меньше болели – пересматривай нормативы здорового питания. Начнешь пересматривать продовольственную политику – будь любезен, наступить на горло продуктовым монополистам. Задумаешься об импортозамещении – не забудь пригласить Центробанк и соответствующее министерство. Замкнутый круг, выхода из которого пока не видно. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.